Все эти невероятные, сложнейшие процессы происходят не где-нибудь, а непосредственно в вашем организме. Мы представили их в упрощенном виде, на самом же деле. Они гораздо сложнее и повторяются ежесекундно в каждой клетке, которая в человеческом организме 100 триллионов. Вот насколько удивительным строением обладает клетка, которую когда-то отцы теории эволюции приняли за простой пузырек, заполненный желе. Несомненно, что подобная система, устроенная таким чудесным образом, не могла бы появиться случайно, как это утверждает теория эволюции. Открытие всех этих неповторимых процессов в строении клетки нанесло тяжелый удар по теории эволюции. Сегодня многие выдающиеся ученые мира признают тот факт, что все живое на Земле является вовсе не продуктом случайности, а, напротив, результатом высшего разума. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok I think the conclusion of design is a scientific one, an empirical one, based completely on the observable system the universe and life were intended, and that they are a product of intelligent activity. And I'd just like to point out that this reason or this idea comes from the progress of some of this. It is not forgotten what we do not know, but it is rather from what we have learned over the past 50 years. And indeed, наука демонстрирует, что все живые организмы были созданы сознательным высшим творением. Теория же эволюции не в силах объяснить не только строение целых живых организмов, но даже происхождение этих сложнейших систем в одной единственной микроскопической клетке. Теория не может объяснить, например, аэродинамики птичьего крыла, или удивительно продуманные способы охоты к лука, или поведение насекомого, маскирующегося под листок дерева, или рисунок на крыльях бабочки, напоминающий глаз. Наконец, чувство заботы и нежности, присущее животным. Жизнь на земле устроена так безупречно и так совершенно, что невозможно отрицать очевидный факт. Вся наша жизнь – это результат творения высшей силы. Он – Всевышний Творец, Повелитель Небеса Земли и всего, что простерто между ними. Великий Аллах. Субтитры создавал DimaTorzok Представьте себя на открытом месте, где, оглянувшись вокруг, вы созерцаете окружающие вас предметы. Каждый из этих предметов, далеко он от вас или близко, вы видите с присущим им цветом, формой и размером. И созерцая этот пейзаж, вы не прилагаете никаких усилий. Вы просто смотрите и видите. Хотя весь этот процесс становится возможным в результате множества сложнейших реакций и взаимодействий в нашем организме. Давайте рассмотрим эти сложные процессы по-блибо. Человеческий глаз наделен превосходным механизмом, функционирующим совершенно автоматически. Он состоит из 40 различных частей, каждая из которых отвечает за необходимые функции в процессе зрения. Отсутствие или дефект хотя бы одной из этих частей приведет к потере зрения. Прозрачный слой в передней части глаза называется роговицей. Сразу за ней находится радужная оболочка. Она определяет цвет глаза, а также, благодаря специальным мышцам, автоматически изменяет размер зрачка в зависимости от яркости света. Так, например, в темном помещении зрачок расширяется, чтобы взять как можно больше света. А в светлом же, наоборот, сужается и сокращает количество поступающего в глаз света. Эта автоматическая регуляция зрачка происходит следующим образом. Как только в глаз поступает свет, в головной мозг отправляется нервный импульс, который сообщает о наличии и яркости света. Мозг немедленно посылает ответный сигнал и сообщает мышцам радужной оболочки, с какой интенсивностью им следует сократиться. Другой механизм, параллельно работающий с вышеописанной структурой, это линза. Задача линзы – проецировать свет, поступающий в глаз, на сетчатку, находящуюся в задней части глаза. Благодаря сокращению мышц вокруг линзы, световые лучи, попадающие в глаз под разными углами и с разного расстояния, всегда проецируются на сетчатку. Все упомянутые нами системы во много раз совершеннее любых механических приборов, сконструированных с использованием новейших технологий и имитирующих человеческий глаз, хотя гораздо меньше их по своим размерам. Даже самые современные искусственные оптические системы выглядят в крайней степени примитивными и простыми по сравнению с устройством человеческого глаза. Если задуматься над тем, сколько усилий и знаний потребовалось ученым, чтобы разработать эти искусственные оптические системы, то мы лучше поймем, насколько выше и мудрее нас тот разум, который сотворил человеческий глаз. Совершенство этого творения можно ощутить во всей полноте, если рассмотреть под микроскопом только одну из великого множества клеток глаза. Представим себе, что мы смотрим на хрустальную вазу, наполненную фруктами. Лучи света, отражающиеся от вазы, поступают в наш глаз, проходят через роговую оболочку и зрачок и проецируются на сетчатки при помощи линзы. Так что же происходит в сетчатке, раз клетки этого органа воспринимают свет? Когда частицы света, или говоря иначе, фотоны, достигают и сталкиваются с клетками сетчатки, они производят эффект каскада, сравнимого с фишками домино, аккуратно расставленными друг за другом. Первая из этих фишек в клетках сетчатки — молекула, называемая одиннадцатая цисритональ. При столкновении с фотоном эта молекула изменяет свою форму, что вызывает изменение формы еще одного белка — родопсина, с которым эта молекула тесно связана.